Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина. И вы знаете, у нас обычно в это время наука и технологии. Сегодня мы решили, как науку, взять музыку. Творчество, искусство. Нестандартный такой ход, конечно. Да, нестандартный ход и любопытный информационный ход у нас есть. И у нас яркие представители музыкального мира. Дидюля и Евгеника. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Мы вам очень рады. Мы тоже рады находиться в этой вновь студии, яркой, интересной и, надеюсь, музыкальной. Как у вас настроение? Волнительное, с предвкушением большого концерта, к которому мы готовимся. Собственно, видите, я не один пришел со своей женой, вместе с тем, со своим партнером по сцене, замечательной Евгеникой. Большой концерт, конечно же, на носу. 8 ноября. 8 ноября в Кокус Сити Холл, друзья, 20.00 начало. Мы соединяем там уникальные совершенно технологии и стихию музыкальную, стихию льда. Фигурного катания, Ирина Слуцкая, ее фабрика ледяная, замечательные молодые фигуристы, мы музыканты. Так что такая достаточно интересная синергия получается разных направлений. И вот в предвкушении этого концерта, репетиционный период, и мы пришли немножечко рассказать о себе, об этом мероприятии и поговорить о музыке. Ну, неделя буквально остается. Да, неделя остается, в принципе, все подсобрали, мы уже где-то по городам России показали эту программу, но все равно Москва, это волнительно. Крокус, это большая площадка, это в какой-то степени ответственно, интересный эксперимент. Но музыке быть, льду быть, движению, танцу быть, и, конечно же, чарующему голосу Евгенике тоже быть. Собственно, инструментальная музыка, интересны фолк, этнические мотивы, интересны новые инструментальные открытия, конечно же, хореография и лед. Все это будет с 8 ноября в Крокусе. Валер, как это будет все устроено? Скажи, ты стоишь в середине, поешь вокруг тебя. Да, я середина, я мои музыканты, группа, мы на таком подиуме по стаменте, вокруг лед, вокруг лед, и вот в этом льду будут в каких-то моментах кульминационных концертов будут происходить уникальные события. Движение, пластика, работа художников по свету. Такое представление. Да, будет свое представление, оно связано в единую концепцию, 2,5 часа на одном дыхании, собственно. Интересная концепция, потому что лед белый, костюмы белые, идеология белая, потому что мне всегда нравился белый цвет, он чистый, он первозданный, он как снег, он как новая страничка в жизни человека. И поэтому белому свету и белому цвету будет отдана главенствующая роль в концерте. Ну и, конечно же, музыка, интонации, эмоции. Вообще в концерте всегда много импровизации, всегда много каких-то открытий. Мы сами себе задаем вопросы на концерте, на них отвечаем, пытаемся удивлять и себя, и, надеюсь, удивим и зрителя. Ну, смотри, получается, с одной стороны, это как бы фигурное катание под живую музыку. То есть вы можете остановиться, и фигуристы должны тоже как-то... Обыграть, обыграть свою историю. В любом случае, все-таки отрепетировано, и номер имеет свою форму, он имеет свою четко организованную структуру. Не без этого, конечно же, идет репетиция, потому что музыка, когда она вместе с танцем, когда она с хореографией, когда в этом задействовано большое количество людей, все-таки требуется четкая организация. Мы должны знать, где начнется что-то, где будет какой-то акцент, где будет остановка, что нам ожидать от партнеров. И какой бы живой импровизационной она ни была, но это все равно подготовленная импровизация и отрепетирование. Вы говорите уже о том, что по стране были концерты и выступления. Как реагировала публика? Очень интересно. Мы в Санкт-Петербурге это показывали на Рождество. Это был рождественский, фееричный такой белый наш концерт. Праздничный совершенно, удивительный концертный зал БКЗ «Октябрьский» был. Северная столица приняла белый цвет. Билла, хотя мы Санкт-Петербург завоевывали, если можно так сказать, непросто. То есть он сначала нам не давался. У нас было два города сложных, Казани, Санкт-Петербург. Инструментально мы своим творчеством не могли вначале достучаться до зрителя, до слушателя. К нам относились очень осторожно в начале 2000-х. И было непросто. Но потом мы взяли Казани, потом мы взяли и Санкт-Петербург. Хотя я таки... Астрахань брал. Шпакань брал. Хотя я к таким понятиям отношусь с радостью и с интонацией. Ну это классно, это честно. И зато есть такой итог определенный. Но в любом случае порой артисту приходится быть как воину. Как бы это ни звучало, что музыка и воинственное состояние — это разные вещи. Но все равно иногда музыкант как воин. Он за спиной несет свой музыкальный инструмент, микрофон или гитару и прочее. И иногда внешний мир не готов принять молодого музыканта. Молодые музыканты, вам говорю, если что... Напутствие. Да, напутствие. Не бойтесь, верьте в себя, преодолевайте все трудности. Идите вперед. И завоевывайте Казань. Казань и любые другие города. Но прежде всего завоевайте себя, прежде всего полюбите себя. И будет все хорошо. Пока музыканты сейчас записывают за Валерой эти мудрые слова, мы сделаем паузу, после которой вернемся. Так красиво. Страна ФМ Дамы и господа, Страна ФМ рекомендует замечательное мероприятие, которое 8 ноября случится в Крокус Сити Холли. Приходите. Дидюля выступает. Вместе с Дидюлей выступает Ирина Слуцкая с воспитанниками школы «Ледяная фабрика». Будет интересно. И сегодня мы узнаем, что же будет именно. Да, и Евгенька, конечно, тоже. Вообще, да, большой состав расширенный. И мой состав музыкантов, его, собственно, замечательные фигуристы. И, конечно же, сама Ирина. Мне вообще приятно, что музыка подружилась со спортом в свое время. Вот это надо отметить, что очень многие спортсмены выступали под... Под наши произведения. Да и сейчас тоже выступают. Но в свое время, в начале 2000-х, блистательное совершенно выступление, победы на чемпионатах Ирины, под наши композиции, фламенко, там и румба, и уличные страсти. Это было очень здорово. И я понял, что в музыке есть еще новые грани. Она может быть не просто на сцене, она может быть в спорте, в театре, в кино, в каких-то других совершенно разных сферах. И вот с того момента уже стала потихоньку зарождаться сама по себе идея, что это может дружить, что это может дружить еще на сцене, как творческая работа, как творческий эксперимент. И, собственно, вот мы к этому и пришли. Спустя определенное количество лет мы пытаемся соединить интересную хореографию, спортивный кураж, спортивную пластику. А то есть как это было? Увидели, что Ирина выступает под этой композиции? Да, я случайно как бы увидел. Мне потом мое авторское общество просто сказало, что был запрос, лицензия нужна была. Я уже обратил на это внимание, стал смотреть, обращать как бы более пристально. И когда пришла мысль о концерте, предложили сотрудничество? Уже, да, да. Соответственно, это уже витало в воздухе, потому что большие коллаборации с симфоническим оркестром здорово, с балетом, с хореографией замечательно здорово. Гимнастика уже была, да, Ирина Чащина в свое время тоже побеждала, чемпионаты, турниры под нашу музыку. Я понимал, что музыка имеет свой сильный вектор, какую-то энергетику, которая помогает спортсменам. Это здорово. Значит, мы на правильном пути. Делает номер целостным, действительно. Да, да. В музыке, значит, есть еще какая-то такая энергия, которую спортсмены улавливают. Тем более такая мощная спортивная дисциплина, как фигурное катание, как гимнастика художественная. Это было здорово. Потом знакомство с Ириной Виннер, потом знакомство с Ириной Слуцкой. И все это привело к тому, что я понял, что нужно нам дружить, нужно соединяться. И на сцене это может быть. Собственно, вот это и вырастает в большой интересный концерт, на площадке. И мы ее адаптируем. Мы стрелим лед, мы ставим сцену, мы таким определенным образом устанавливаем свет. И чтобы это было гармонично, красиво, интересно и дополняло друг друга. Можем ли мы, зрители и слушатели страны ФМ, услышать что-то, что-то звучит через неделю на концерте? Новый номер, да. Новый номер танго, друзья. Собственно, мы его еще нигде особо не исполняли, не играли. Я сегодня в рамках нашего эфира сыграю эту композицию. И Ирина будет ее, скажем так, оттенять, танцевать. Она ее будет прокатывать. Я не знаю, как это можно назвать более точно, художественным языком. В любом случае, композиция танго. Танго добрых ветров называется. Сейчас это будет... Сейчас я ее исполню. Да, это я исполню в такой лаконичной форме сольной на гитаре. Но вообще мы ее играем большим составом. Она даже с симфоническим у нас звуком звучит. Итак, друзья, танго. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 у нас в проекте. Спасибо. Просто с утра на меня дочь наехала, что у меня каша с комочками. С комочками. Не-не-не. Вообще, Гнесинка и большой опыт образовательный дает, конечно, здесь знать. И я чувствую, что молодцы наше учебное заведение, которое именно народный фольклор поддерживает. Хотя есть к чему стремиться, есть над чем развиваться, над чем работать. Ну, мы можем и тебе сказать, что ты год не знал, что у тебя жена поет. Да, да. Есть к чему стремиться, быть повнимательнее. Ну, вот так вот, да, в жизни бывает. И теперь мы открываем эти все грани, таланты и стараемся их дарить зрителю и слушателю. По поводу песни. Может быть, мы и покажем? Давайте. Давайте сейчас, но самое время. Давайте, друзья. Она называется «Ой за горою». Это ощущение, ассоциации. Пускай у каждого будут свои. Творческий семейный дуэт. У нас в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Творческий семейный дуэт. Лагу-лагу, лагу-лагу. А-а-а. А-а-а-о-ой. А-а-а-ой. Ой, виноград. Ой, виноградною лобобозой Ой, загорою до солнцевского дела А говорит нам про кашу с комочками Друзья, надо добавить, что одно исполнение этой песни Увеличивает количество солнечных дней в году на четыре Так что спасибо Евгенике Это в целом популиковало данное Слушайте, ну супер, очень-очень классно Ассоциации, образы, какие-то, может быть, у каждого разные В любом случае это собирательный образ И такой к песне Инкерман, прелюдия, вступление А там, собственно, о винограде А там все-таки о вино, о виноделии, о древней культуре виноделия Этой легкой, опьяняющей совершенно атмосфере Которая присуща вообще крымским виноградникам Это ты рассказываешь девушке, которая из Крыма Да, да, ну вы знаете про Инкерман Да, вы знаете, уникальные совершенно пещеры, где хранятся Пещерный город даже, так скажем Да, да, пещерный город, и он очень древняя культура Монашеские там есть Кельи такие в горе прям Да, кельи в скале сделаны Место силы, на самом деле для меня это место силы И это нашло отображение и в музыке, и в каких-то композициях И это композиция пещерный город Инкерман И данная вот эта прелюдия, вступление, это все об этом Друзья, у нас, как ни странно звучит музыкальная пауза сейчас Потом у нас тоже будет музыкальный эфир Продолжим скоро, будьте Страна ФМ Друзья Дидюля и Евгеника в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Мы по-прежнему разговариваем о музыке И по-прежнему вам напоминаем, где сочетается замечательно музыка И красивое фигурное катание 8 ноября К року Сити Холл приходите, не пожалеете Спорт, музыка, танцы, поэзия, атмосфера Все это будет в рамках одного прекрасного вечера Да, да, синтез жанров Знаковая всегда для меня была эта площадка К року Сити Холл Один из лучших концертных залов мира, однозначно Поездить, посмотреть Да, удалось много где поездить, посмотреть, попутешествовать В мире зал шикарный, роскошный Конечно же, и требующий к себе уважения и внимания Соответственно, и мы требуем, как артисты, тоже к себе уважения и внимания И у нас это получается Потому что зал очень дружелюбный для артистов Очень удобный, очень удобный для сценографии По свету, по звуку В общем-то, мы ее уже испробовали не один раз Мы будем вести небольшую видеосъемку Но такую немасштабную, но для себя Чтобы сделать какую-то работу над ошибками Потом что-то, может быть, улучшить Что-то посмотреть Может быть, в соцсети что-то выложить Может быть, трансляции будут в Инстокраме? Трансляцию нам предложили Нам предложили трансляцию, но я пока не готов Потому что трансляция подразумевает Хорошую режиссерскую работу по ходу То есть режиссер должен менять планы И прочее, прочее, прочее Такого человека у нас на подхвате нет Поэтому вот такой предмонтаж Мы не готовы сделать для трансляции Со временем, может быть Хотя мне это нравится, идея трансляции живых концертов Когда можно в интернет, так сказать Тут же транслировать то, что ты играешь в зале Идея хорошая, и мы ее со временем будем развивать Камерный оркестр, Валер, что это? Камерный оркестр, это мой Мой, скажем так, дополнение у моей группы Это струнный квинсет, где есть виланчели Альты, скрипки Это то струнное дополнение в звуке, которого не хватало То есть мне всегда хотелось духовую секцию Она у меня появилась Медь, хорошие тромбоны, трубы, саксофоны А потом со временем я понял, что в музыке есть этот симфонизм Широта по звуку И струнные напрашивались Они у меня есть, и сейчас у меня расширенный большой очень состав Уже следующий этап, конечно, симфонический оркестр Это не часто, но мы играем Но струнная, это уже моя непосредственная часть группы Которая уже стала, как говорится, важной составляющей Неотъемлемой такой же части Да, неотъемлемой частью коллектива, звука И они очень хорошо украшают Они дисциплинируют, они по-другому меняют пластику звучания Я у них чему-то учусь, да, они у меня чему-то учатся Это вообще интересно Вообще звук скрипок, струнных, это вообще... Гитара тоже струнные, да, они друг с другом дружат Хотя есть тоже определенные моменты Как строй в группе определить Как настроить инструменты так, чтобы все было в балансе Ровно было настроено, гармонично звучало Потому что это усложняет немножко звучание Получается оркестровое звучание Здесь и ритмические барабаны, и басы, и гитары, и струны Всегда интересен процесс зрителям и слушателям Что творится за кулисами? Вот остается буквально неделя Вот какое настроение, какое состояние? Что сейчас творится? Это хороший такой приятный стресс, подготовка В душе Ты как пилот самолета контролируешь все параметры, которые происходят Общаешься с людьми, координируешь все Самое интересное начнется вообще в день концерта, с утра, когда будет монтаж Суматоха самая Да, да, суматоха И в этой суматохе важно разобраться, важно распределить все роли У Евгеники одни междометия, она даже не может говорить словами, что происходит Цирк с камнями Не, не, нормально У меня, слава богу, хорошая профессиональная команда Но народу много все равно И как бы все равно мне принимать ответственное решение какое-то финальное Но опыт есть, слава богу Я выхожу на сцену, выхожу, смотрю, что тут вообще происходит Беру в свои руки процесс управления по саундчеку Распределяю все роли И как бы поехали, погнали, подготовка Подготовиться важно Очень важно подготовиться Все настроить Все для мелочей, все предусмотреть Пройти сложные моменты в концерте Свет, звук, сценография Лед, ребята, переодевания, костюмы Туда-сюда, все по секундам расписать Но, слава богу, не первый раз мы, как говорится, замужем Уже давно делаем такие вещи Такие вещи давно уже, собственно, представляем Большие масштабные концерты мне нравятся Это непросто, но это вместе всем интересно Это началось еще с кремлевских наших больших концертов представлений И, собственно, сейчас мы в предвкушении и с радостью живем очередной Нам интересно еще, знаешь что, что на январь ты планируешь? Все-таки у тебя юбилей, круглые даты И там может быть тоже что-то вот Мы пока держим в секрете Мы пока держим в секрете эту информацию Мы посмотрим, как это будет все складываться Я не люблю забегать вперед Если все будет складываться грамотно и так, как мы хотим То мы, конечно, удивим и себя, и наших поклонников, и зрителей Есть чем удивлять Есть новые идеи, есть новые коллаборации Инструментальный жанр гибкий Он позволяет экспериментировать Нет языкового барьера Здесь можно разные совершенно жанры Мультижанровость использовать Мы вне границ, вне каких-то рамок совершенно И тут чудить можно как угодно И с разными музыкантами, всевозможными технологиями Всевозможными какими-то экспериментами творческими Как вы видите, они могут заводить в разные совершенно неожиданные стороны Поэтому есть мысли, есть идеи Не буду о них говорить Это наше маленькое творческое ноу-хау О котором мы, может быть, скажем, когда придет к этому время В любом случае хочется быть в тонусе Хочется быть в движении Не стоять на месте, развиваться, расти И самое главное удивлять себя Это вот для меня важный момент Не бояться рисковать Не бояться, да Потому что, конечно же, хочется опять окунуться в какое-то неизведанное совершенно направление, нишу И посмотреть, что же умеем, что мы можем В свое время я заложил вот этот жанр инструментальной музыки Мы стали в какой-то степени брендом На передовой находимся в этом направлении И, конечно же, за нас смотрят молодые музыканты А есть те, кто догоняют, Валер? Ну, не догоняют, а которые идут Есть те, кто не догоняют Нет, есть музыканты, которые в контакте В творчем контакте Мы с ними обсуждаем Все равно люди разные Какие бы мы ни были по стилю, может быть, в одном не находились ключе Но все равно разные музыканты, разная музыка Разный подход, разная культура, разный слуховой опыт И это все все равно будет по-разному выражено Я конкуренцию не очень приветствую в музыке Вот эта соревновательность Вот это... Это все для спорта Да, пускай это будет... Да, спортсмены В музыке мы должны друг друга поддерживать Мы должны быть вместе... Сотрудничать Сотрудничать И такое отношение я предлагаю, друзья, всем музыкантам и всем творческим людям сохранять Любим, ценим, бережем Дидюля и Евгеника в гостях у Страны ФМ Друзья, ну а 8 ноября в Крокус Сити Холле будет интересное музыкально-ледовое шоу Приходите и наслаждайтесь искусством Спасибо вам огромное Все, спасибо вам Безумно интересно Спасибо вам Что все прошло на ура Никаких коней, никакого цирка Спасибо, спасибо Ну вас ждем к нам на гонек тоже Спасибо Спасибо огромное До новых встреч До новых встреч